Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестана. В студии была Ахмедова. Здравствуйте. И в начале короткий анонс. Вспышка есть, ограничений нет. О ситуации вскоре в регионе расскажем через минуту. Сдачи больше не надо. Стоимость проезда маршрутных такси Махачкала-Каспийск составит 50 рублей. Российские онлайн-кинотеатры покажут картину о сценаристе-самоучке из Махачкалы. О чем речь, узнаем в выпуске. Люди не мусор. Почему тысячи людей в Кунтаркалинском районе протестуют против строительства мусорного полигона? И как это может сказаться на состоянии уникального природного памятника Старыком? Специальный репортаж об этом смотрите сразу после выпуска новостей. Все уроки в школах Махачкалы проходят в штатном режиме. Никаких ограничений посещаемости занятий для непривитых от кори детей не принято. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Махачкалы. Напомним, ранее ряд региональных и федеральных ресурсов распространили информацию о якобы введенных в столичных образовательных организациях жестких мерах. Как разъяснили в администрации города, речь идет о профилактических мероприятиях по мониторингу ситуации в целом. При этом городские власти не исключают введение ограничительных мер в случае резкой вспышки заболеваемости, которую можно избежать, сделав своевременную прививку. Между тем, по статистике Минздрава, в регионе уже зафиксировано свыше 230 случаев заражения корью. Для сравнения, в прошлом году заболевших было всего 5 человек. Сегодня к нам поступила вакцина, очень хорошая вакцина, Вактривир, комбинированная вакцина против кори, паратита и краснухи. Тем деткам, кто ранее не переболел паратитом, краснухой или корью, спокойно можно делать подобную прививку. Для тех же деток, кто ранее переболел паратитом, естественно, используется моновакцина. Паратитом или краснухой уже специализированной моновакциной используется. Все направлено на сохранение здоровья наших детей, чтобы у них был хороший иммунитет. Стоимость проезда маршрутных такси Каспийск-Махачкала увеличится на 10 рублей уже в ближайшие дни. С 11 апреля он составит 50 рублей. В качестве причины такого шага водители называют дежурную причину – подорожание ГСМ и запчастей. Так ли это на самом деле, выясняли наши корреспонденты слово Кариму Гамаеву. Датчик веке, который стоил 4 тысячи рублей, 11 тысяч рублей. Вот недавно купил 2 штукья. 11 тысяч рублей. А как потом нам жить? И ни один водитель. Я могу любому подойти и сказать, пусть они мне сказали, ни один водитель нет, у которого в долгах месяц. Увеличение суммы проезда вовсе не каприз ради дополнительного дохода, а попытка не работать в минус и хоть как-то прокормить свою семью, сетуют владельцы микроавтобусов. Нашего пассажира этим не удивить и врасплох не застать. Более того, некоторые к ситуации относятся с пониманием. Ну, мне, конечно, как студенту, немножко бьет по карману, но и маршрутников понять можно. Им нужно кормить свои семьи, все тоже дорожает. Сейчас такая обстановка в мире, поэтому им нужно заправляться, им нужно чинить машину на свои детали. Поэтому в данной ситуации, я думаю, это не так сильно ощутимо. Комфортная поездка над соответствующим авто сейчас удовольствие не дешевое. Пришедшие на смену старым «Газелям» новые модели требуют к себе уже совсем другого внимания. Так во всяком случае утверждают представители транспортной сферы. Было год назад, например, если взять, нам сказали обновить наш парк. Мы обновили парк, более новые машины взяли, свежие машины взяли ребята. У них, получается, обслуживание намного в разы больше, чем на старого образца, тот же «Газель», если взять старого образца. На «Газели», если стоит там запчаст, передний подчимник, если мы возьмем, стоит рублей, может, 700-800. А на нового образца, вот «Нексты», которые сейчас кубики, которые новые, у нас очень многие, процентов 70 у нас уже обновились они, на них стоит 8000 вот этот подчимник, тот же самый передний подчимник. То же самое и остальные запчасти, если взят, намного раз 10, 5, 10 раз дороже запчасти, чем на старых машинах. Мы шли навстречу горожанам постоянно, так как и у самих близкие родственники часто пользуются услугами маршрутных такси. Но сейчас терпеть уже невозможно. Дорожает все и сразу, говорят водители. У нас ничего как бы не поднимали мы, потому что шли навстречу своим людям, своим каспичанам. Вот. А сейчас прям это невыносимо, скажем так, потому что в связи с этими санкциями очень много чего подорожало, имеется в виду, в отношении запчастей. Запасные части на наши машины, те, которые стоили раньше 15 тысяч, сейчас они стоят, даже сказали, что китайского производства. То есть еще не оригинал. 50 за 50. С 11 мая проезд маршрутных такси «Каспийск-Махачкала» официально будет стоить не 40, а 50 рублей. Хорошо ли это или плохо, судить не нам. Но один плюс в этом все-таки есть. Можно отдавать под расчет. Карим Гамаев, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ «Каспийск-Махачкала». В муниципалитетах Дагестана внедрят цифровую вертикаль строительной отрасли. Эти технологии упростят подготовку документации. Цифровой паспорт, подобно медицинской карте, будет содержать информацию о сроках замены оборудования и о технических характеристиках. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства республики Мануэл Мажонс на Всероссийской отраслевой конференции «Строительный навигатор. Курс на цифровизацию Махачкала». По его словам, в прошлом году республика реализовала пилотный проект. Были выбраны три объекта на разных стадиях строительства и успешно протестирован переход с бумаги на электронный документооборот, что позволило ощутить все преимущества работы в данном формате. До 2030 года в Дагестане предстоит провести системную работу по трансформации строительной отрасли. Все это позволит сделать стройку прозрачной, оперативной и повысит качество проектирования. Уже с 1 сентября текущего года разрешение на строительство и акты ввода можно будет получать в электронном виде. Цифра – это не истинный или не какой-то там показатель, к которому нам обязательно нужно идти, потому что пошла команда сверху. Нужно очень правильно и качественно отнестись в плане того, что это инструмент, который может нам помочь решить наши задачи. А для того, чтобы решить наши задачи, нам нужно четко самим для себя их поставить. К чему мы идем, какие результаты нам нужны. Вопросы патриотического воспитания детей и молодежи обсудили на совещании в Махачкале. На одной площадке собрались чиновники и представители общественных организаций региона. Выступающие отметили, что в данном направлении огромную роль играет совместная деятельность духовенства и органов исполнительной власти. Здесь духовно-нравственное на самом деле на первом месте. Мы о ней не говорим, но без нее оно не имеет смысла. Поэтому здесь духовное управление мусульман Дагестана и ученые Алими, современные ученые Алими, они делают колоссальную и неоценимую работу среди населения, среди общества. Мы в Рамадан держим уразу, хоть галстука, без галстука, разницы нет. Мы рабы Аллаха и мы хотим, чтобы Всевышний был доволен нам, конечно, да. Но мы люди государственной службы, мы не нарушаем ни тот закон, ни этот закон. И делаем благое дело. И в этой стране никому это не запрещено. Что может быть лучше? Вообще, чтобы молодежь воспитывалась в духе патриотизма, чтобы молодежь вкладывала в духовно-нравственное воспитание. Конечно, все те организации, которые здесь сегодня собрались, также органы власти, духовенство, все вместе должны работать во благо нашей республики, во благо нашей страны, во благо тех людей, которые окружают нас. И, конечно, ребятам нужно рассказывать, и все должны знать историю. Потому что народ, который не знает свою историю, можно сказать, у этого народа нет своего будущего. Поэтому те нравственные ценности, которые были у предков, у прадедушек и так далее, и так далее, это все, конечно, нужно рассказывать молодежи и сделать так, чтобы новые какие-то ценности от кого-то другого, от чуждых людей молодежь не брала. 1200 женщин Кизляра собрал ифтар, организованный местным духовенством совместно с женским направлением отдела просвещения Муфтията Республики. Многие представительницы прекрасного пола пришли с детьми. Для гостей праздника была организована развлекательно-познавательная программа. Удачно дополнило мероприятие красивое исполнение нашидов. В течение всего месяца и каждый год вы готовите у себя дома для своих родных, близких. Порой бывает, муж, дети сидят, кушают, мама готовила ифтар, она еще не успела сесть, она намаз делает, готовит. Те поели, она еще проходит час после ифтара, еще не покушала, потому что она переживает за своих. Вы люди, которые вам всего, что Аллах вселил, особую любовь в сердце. Дагестанский фильм «Сценарий для Голливуда» теперь можно посмотреть на популярнейших стриминговых сервисах. Российские онлайн-кинотеатры покажут картину о сценаристе-самоучке из Махачкалы, пишущего про криминальную жизнь в Дагестане. Удастся ли талантливому герою покорить Голливуд, теперь может узнать еще больше людей, лишь подписавшись на официальные онлайн-площадки. Как отмечает продюсер картины, на момент премьеры летом прошлого года фильм занимал лидирующие позиции по просмотрам в кинотеатрах, опередив многие зарубежные ленты, а актеры сразу же стали узнаваемыми в республике. К слову, вскоре на стриминговых сервисах выйдет еще несколько полнометражных премьер. Останавливаться на достигнутом команда не собирается. Поскольку зрительские комментарии стимулируют работать еще больше. Это на самом деле событие. Может быть, кто-то не понимает, насколько это важно для дагестанского кинематографа. Но фильм, снятый дагестанцами, в котором принимали участие исключительно дагестанцы, весь продакшен дагестанский, попал на главные онлайн-площадки России. Это «Иви», «Ока», «Кинопоиск», «Твинк», «Одинтв.ру» и много-много куда еще. Я созванивался с известными продюсерами в России. И мы общались на тему, что мне делать, если пираты, как выяснилось, пираты перехватили фильм сразу же. Через два часа после того, как он вышел официально на онлайн-площадках, он появился на главных пиратских площадках. И они сказали, что это популярность, что еще больше нас подвигло дальше работать. Я сразу скажу, что 20 мая ориентировочно выйдет еще один наш фильм на площадках «Иви», «Ока», «Кинопоиск». Также мы готовим еще две новые премьеры, которыми тоже зрители, уже те, кто следят за нашим киношным творчеством, смогут ознакомиться. Но самое важное сегодня это то, что на «Иви», «Ока», «Кинопоиске», «Твинк» и на всех этих площадках есть фильм «Сценарий для Голливуда», снятый нашими ребятами, спродюсированный мной. И я призываю всех, кто имеет возможность, у кого есть подписки на вот этих платформах, обязательно посмотреть, поставить высокую оценку нам. Потому что мы должны продвигать дагестанское кино вперед, мы должны идти только вперед и занимать лидирующие позиции в кинематографе тоже. Потому что дагестанцы очень талантливые люди, они перестают об этом говорить. Мы уже доказали это во всех областях, теперь будем доказывать это в кино. И к новостям спорта. В Махачкале дан старт региональному этапу школьной футбольной лиги. Открытие соревнований прошло на базе школы номер 60. Команды из разных уголков столицы начали выступление со стадии 1-32 финала. В этом году на поле выйдут учащиеся третьих и восьмых классов. Вы должны играть в футбол так, чтобы честно и в борьбе выигрывать. Кому это предстоит выиграть, значит выиграть. Если кто-то проиграет, ничего страшного, это игра. Поэтому я надеюсь, что из ваших коллективов, которые здесь 12 команд, в финальную часть попадут, может быть, одна, может, две команды. Игры регионального этапа параллельно будут проходить во всех 52 муниципалитетах республики. Всего участия в первом этапе примут 384 коллектива. Так проект охватит около 6 тысяч детей. Решающие встречи пройдут в мае. Победители соревнований представят Дагестан на всероссийском турнире. Очень замечательно, что проводят такие турниры. Я стал замечать, что эти турниры проводят все чаще и чаще. И дети получают неимоверные эмоции и радуются. Да, есть проигравшие. Сегодня со всех разных районов приезжают. И, как говорится, можно увидеть, там есть ребята одаренные. Забирают, например, в спортшколу, в академии нашей. Это большой плюс. На домашнем матче «Динамо» позаботятся о постящихся. Такое решение клуб принял совместно с администрацией Махачкалы. Они обеспечат болельщикам условия для «Эфтара» после матча с «Камазом». Встреча пройдет 8 апреля на Анжиарене. Сразу по окончанию игры за чашей стадиона для постящихся будут открыты три точки питания, где все смогут бесплатно получить воду, финики и горячую еду. Сразу после новостного блока мы покажем специальный репортаж «Люди, не мусор». Наш корреспондент по теме Атханапова выясняла, почему тысячи людей в Кумтар-Калинском районе протестуют против строительства мусорного полигона и как это может сказаться на состоянии уникального природного памятника Бархана Сарыкум. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите выпуски новостей также на нашем тематическом телеграм-канале. Легкого вам поста. Приятных выходных и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова